Всем приветики! С вами Юмилька. Настало время, когда я продолжу смотреть Фарделла, его видосики с разборами сюжета с Кибиди Туалетов. Сейчас у нас видос будет про 27 серию и с неё по 32. Сейчас, насколько я знаю, вышла 62 или 63 серия. Я жду, когда выйдет как можно больше серий и уже продолжу смотреть все эти безумства, которые там происходят. Let's go! Видео про Кибиди Тайлот вам очень понравилось. У автора за это время вышли новые ролики, которые очень интересные. А у него уже почти 300 квадратных пищек. Поэтому я решил совместить разбор сюжета и теории. Буду по ходу видео предполагать и анализировать происходящее. Сегодня будем разбирать взлазь седьмую по 31 серию. А перед тем, как начать, поставь лайк и напиши комментарий, если хочешь положения. Также рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. А, я думала, это у него на ютубе раньше так мало подписчиков было. Будет в описании. Как мы помним, закончилось всё в прошлый раз на появлении... Ну, он так сказал, как мы помним. Это так давно уже было. Я вот, честно, эти серии плохо помню. И как раз-таки я повспоминаю, что было раньше, во-первых. А во-вторых, подмечу для себя какие-то моменты, темки, которые могла не заметить, когда смотрела на реакцию. Радиоменов и радиомена Титана. Кто не помнит или не видел, советую посмотреть мой прошлый ролик с разбором сюжета. Начинается 27 серия с того, как два маленьких камерамена заезжают в какое-то полузаброшенное здание. Скорее всего, это камерамены-разведчики. И маленькие они потому, что надо быть скрытным. И пробираются в узкие проходы, такие как вентиляция. Они видят снизу комнату с множеством скебетистов. Те что-то обсуждают между собой. И тут к ним врываются агенты двух видов. Одного из разметчиков ловят. Но нашего... Как-то я вообще до этих агентов не обратила внимания абсолютно, когда смотрела. ...вовремя спасают. Расскажу мою теорию о том, что мы сейчас увидели. Видимо, радиомены очень сильно повлияли на исход битв со скебетистами. И те стали проигрывать. Да так, что по сути им остается только прятаться в подвалах и нежилых зданиях. И кстати, как по мне, очень скучно просто так сидеть и общаться. Намного лучше было бы, если бы они изобрели устройство, которое позволяет им играть в игры. Например, как телефон у людей. Недавно... Сейчас реклама какой-то игры будет. Ну, кстати, неплохо он интегрировал, потому что я бы тоже что-то такое сделала. А я сейчас вспомнила фильм по атаке титанов, в котором люди, я не знаю по какой логике, но прятались от титанов в амбаре. Вы можете себе представить? Они просто все вместе собрались в одном месте, концентрированном, ограниченном. Чтобы, видимо, титанам не нужно было стараться всех их найти, и титаны могли быстренько покушать. В чем логика этого была, я не понимаю. Под землю все вместе залезть, еще понять можно. Но просто в амбар, титаны, они огромные, они большие. Они только увидят там одного человека, побегут туда и увидят огромное количество человек. Чем думали люди, создающие фильм по атаке титанов, я не понимаю. Я его посмотрела только на протяжении получаса, но больше меня не хватило. Внёмся к нашему разбору. Очевидно, что сейчас агенты пытаются добить оставшихся беглецов. И следующая серия только подтверждает мои догадки. Наш камерамен прогуливается и, видимо, осматривает помещение, где еще могли бы засесть кибетисты. И тут встречается множество больших особей. По всей видимости, их предводитель, тёмный скибетист со шляпой. Они что-то обсуждают, видимо, план контратаки на агентов. И тут они замечают нашего камерамена. Жуть! Но его спасает радиомен Титан, который с лёгкостью справляется с большим количеством скибетистов. Лишь при помощи лазера и одного шляпка. Чаподаха! Он такой миленький! Это ещё один сильный удар по скибетистам. Даже сложно представить, как они могут выбраться из этого положения и начать уже выигрывать. Им очевидно... Там же постоянно американские горки. То одни побеждают, то другие. И вот так вот просто ух! Нужна какая-то очередная разработка. И даже не одна. Чтобы противостоять агентам. И в следующих сериях нам начинают их показывать. Двадцать девятая серия начинается с того, что агенты отдыхают и веселятся в... Кстати... А чё это у него такое? Он скажет про это? Это типа компьютер какой-то или что? Это изображён на нём, если кто не знает, самый первый скибетит туалет. Ну просто что он делает? ...городе. Видимо, битвы в нём уже закончились. А остатки... Я не обратила внимание, когда смотрела. Остатки скибетистов прячутся по подвалам. Мы видим множество уничтоженных скибетистов. Радиомены и камерамены веселятся. И камера-уумен! Все, кроме больших. Один из них, камерамен, просто наблюдает. Возможно, потому что у него намного меньше свободы воли, чем у других камераменов. А большой радиомен читает книгу. Это кни... Книга-разворот! Фу! Мне повиделось, что это, знаете, вот монитор старюшный, вот этот вот огромный. Как коровка. Теперь вижу книгу всё, когда он это сказал. Необычную, а с изображением первого скибетиста. Скорее всего, он изучает религию скибетистов, которая основана на первом скибетисте. Охренеть, сколько тут деталей! Это круто! А возможно, это намёк на что-то более глобальное. Типа он проникнется их идеологией и станет предателем! Скибетист появляется очень странно. Но пока этого не произошло. Он и скибетист. Причём, никто не увидел, как он появился практически в упор к агентам. А лишь услышали его звук и обратили на него внимание. По белым глазам и странной речи. Могу точно сказать, что он разработка учёных скибетистов. Ну да, да, да. Большой радиомен с книгой подходит к нему не отца. Сейчас книгой по башке! И тут скибетист Флэш, будем его так называть, сносит ему колонку с головы. Потом берётся за остальных и им тоже сносит именно голову. Заканчивает нашим оператором. Как вы поняли, это новая разработка скибетистов, чтобы начать поддерживать победы над агентами. Скорее всего, это один такой экземпляр, так как сделать подобное очень сложно. Мы сами видим, как скибетист Флэш еле-еле сдерживает свою силу и дёргается. Он также хрупкий, из-за того, что на нём буквально надеты высокотехнологичные устройства. И надо лишь ударить, и он сломается. Но сделать это с его скоростью очень сложно. Также, почему он ломает именно головы? Скорее всего, потому что камерамены могут передавать информацию, которую видят остальные. Это так же стало понятно по прошлым двум сериям, когда сначала появлялись камерамены-разведчики, а потом и остальные агенты. А что насчёт радиоменов? Почему он им сносит голову? Дело в том, что скибетисты не любят музыку радиоменов. Просто не любят или это их слабость? Следующая серия начинается с того, что двух камераменов взяли в плен скибетисты. Под ногами у агентов видны камеры, которые остались от других агентов. Погибшие товарищи. В комнату заходит очень странный скибетист-учёный и цепляет в своё новое изобретение к затылку большого камерамена. И тот начинает бить союзника. Это получается в этой серии эта хироборина впервые появилась, да? В 30-й. Которая мозги промывает. Это ведь решающий момент, потому что столько всего с этими паразитами происходило дальше. Очевидно, что скибетисты нашли спло... Какие довольные, а? ...способ, как обойти то, что камерамены не могут заразиться и стать скибетистами из-за того, что у них нет головы. Эту теорию я рассказывал в первом видео, и видимо она сбылась. Теперь они научились делать это. И снова могут побеждать в битвах. Кстати, скорее всего скибетисты долго пробовали заразить камераменов. Это понятно по сломанным агентам, которые разбросаны по комнате. Ещё... Они, наверное, проводили эксперименты, и достигнув хорошего положительного результата, теперь начали применять это массово как раз, а он был самым первым. Вопросы возникают о скибетисте учёном. Он явно умнее прошлых учёных, которые были нам показаны ранее. Он больше и имеет приспособление в виде руки для создания чего-либо. И я могу с полной уверенностью заявить, что именно он создал скибетиста Флэша. Так как технологии на нём и учёном очень похожи. Также понятно, как работает паразит, который завладевает телом камерамена. Мы видим, как он протягивает нечто наподобие проводов к затылку, и начинает контролировать тело. Видимо, у агентов главное это всё-таки голова. И не зря у скибетистов получилось именно с большим камераменом. Потому что, как я говорил ранее, у них меньше развита свобода воли. В следующей серии мы уже... Нифига круто! Видим все последствия, связанные с этой разработкой скибетистов. На агентов начинают нападать не только старые разработки в виде пауков, но и заражённые агенты. Вот это самый, мне кажется, один из самых жёстких моментов. Да! Самый жёсткий момент был дальше. Потому что ты не понимаешь, что происходит. Это происходит впервые, что твои же собратья нападают на тебя же. И ты не осознаёшь, они предатели или что. А затем только, если ты выживешь, то поймёшь, что их разум затуманен. У скибетистов собралось их уже целая армия. Но что главное я заметил, так это то, что в толпе видны радиомены. Видимо, скибетисты их научились брать под свой контроль. А скибетистам даже драться не надо. Они просто наблюдают, пока агенты будут сражаться друг с другом. Он хитрожопый, а? В последней серии, вышедшей на данный момент, мы видим, что агенты вовсю сражаются скибетистами и заражёнными агентами. Появляется новый странный скибетист с двумя лазерами. Но не как у Джимена из глаз, а из специальных установок. Тут на помощь агентам прилетает радиомен Титан. Но во время сражения на Титана, незаметно для него, падают два скибетиста-паразита. Оооо, да. Но их было двое. Вот когда это произошло. 32 серия получается. В 32 серии это всё произошло. А развязка, получается, была в 57-й. Ну да, 57-я была очень мощная серия. Как по мне, всё это изначально был план скибетиста-учёного для выманивания Титана. Он специально сделал одному из скибетистов лазеры, чтобы на него обратила внимание главные силы агентов. Также учёный догадался, что одного скибетиста-паразита может не хватить. Да, хереть он умный. Вот вам умный туалет какой, а не каждый до такого догадается. И какой он классный. Блин, по таким небольшим деталькам собирает полноценную историю. И ведь это так и есть. Звучит прям очень достоверно. Ощущение, как будто он либо знает создателя, либо, может быть, он и есть создатель в скибете туалетов. Потому что, насколько я знаю, создатель является русскоязычным человеком. Поэтому всё может быть. И специально послал двоих. Теперь агенты-скибетисты поменялись местами, и уже агентам надо что-то придумывать, как поменять скибетистов. И мне очень интересно, что это будет. А на этом пока всё. Если хотите продолжения, то ставьте... У него вышло на данный момент дохренища видосов по скибете туалетам. И я думаю, что потихонечку, наверное, буду их как раз-таки просматривать. Сейчас я посмотрела вот это видео, и получается вот это. Я здесь тыкала неоднократно, потому что запуталась уже, как он разбирает именно серию. Потому что вот тут, как я понимаю, у него один ролик идёт под одну серию. И я думаю, что такие реакции, скорее всего, буду объединять. Я думаю, что это хайповая тема, да? Потому что за 4 минуты он набирает как бы просмотры, и тут тоже просмотры. И если это сложить, наберётся миллион четыреста. А если он сделает обзор, где сложить всё это вместе, то просмотров будет поменьше. Может быть, мне тоже отдельные реакции по этому сделать? Я даже не знаю. Надо будет подумать. А с вами была Юмилька. Спасибо большое за просмотр. Спасибо, что интересуетесь моими реакциями в целом. И носки в виде туалеты тоже. И всем пока!